В Краснолучской детской школе искусств два отделения – художественно-хореографическое и музыкальное. Все воспитанники сейчас на дистанционном обучении. По словам директора учреждения Галины Николаевны Шувыкиной, больше возможностей для реализации своих талантов в условиях самоизоляции у юных художников. Первый этап дистанционного обучения заключался в том, чтобы завершить работы, начатые перед выходом на карантин. Дети разобрали свои работы, выполнили эти работы дома, дистанционно получили консультации по завершению работы. И эти работы прибыли к нам в школу. Естественно, для того, чтобы оценить результат, хотелось бы поучаствовать и в конкурсах. Конечно, мы и до настоящего времени участвовали в конкурсах онлайн. Ну а теперь это стало оценкой нашей работы и работы детей в условиях дистанционного обучения. Художники, в силу того, что, наверное, имеют больше возможностей, то есть шире спектр выполнения работ, а именно это графические работы, живописные работы, фотоработы, и имеют возможность предоставить эти работы на конкурсы, выполнили достаточно количества работ. В настоящее время основная тема всех творческих, патриотических, городских, международных и всероссийских конкурсов – 75-летие Великой Победы. В работах воспитанников Краснолуческой детской школы искусств эта тема проходит красной нитью. Тема войны, тема очень страшная, конечно же, и дети всегда переживают эту тему через работы художников, иллюстрации в детских книжечках, посвященных рассказам или же стихотворениям на военную тему. Переживают их по-своему. И, естественно, эту тему тоже преподносят так, как они ее понимают и как видят. Работа учителя заключается в том, чтобы через законы композиции, через законы рисунка и живописи донести вот те чувственные элементы работы, чтобы детская работа затронула не только ребенка, но еще и зрителя, который будет видеть эту картину. Первые работы – это были проект плакатов «Награда в нашем городе». Мы хотели разместить эти плакаты в автобусах Победы. Но надеемся на то, что эти работы увидят наши горожане. Далее это был этап работ, посвященных родному краю и, естественно, Великой Победе. Этап, посвященный родному краю, завершился тем, что мы предоставили работы знакомой и незнакомой «Красный луч» на данную тематику. За время дистанционного обучения работы юных художников «Красного луча» принимали участие в международных онлайн-конкурсах, размещенных на официальных сайтах, таких как «Умнотворец», «Время знаний», «Надежда России», «Парад талантов России», «Интеллект» и многих других. Положительное заключение Оргкомитетов и диплома победителей получили Литовченко Анастасия, Мухина Анастасия, Маркова Екатерина, Лямцева Мария, Гаспарикова Юлия, Силкина Виктория, музыка Алла. И это не все победы воспитанников школы искусств. Наши ребята еще участвуют не только в конкурсах, но еще в передвижных международных выставках детского творчества. И последняя такая выставка, которая проходила в городе Москве, «Я вижу мир, мир вашему дому». 12 участников нашей школы прошли первый этап, четверо из них стали победителями первого этапа и продолжили свою работу в дальнейшем. Четверо ребят вышли победителями в этой выставке, и их работы представлены на передвижной международной выставке «Я вижу». «Мир. Город. Москва». Администрация и коллектив преподавателей школы гордятся достижениями своих воспитанников. Лямцевой Марии, которая стала лауреатом первой степени во всероссийском конкурсе «Никто не забыт и ничто не забыто». Музыка Алла получила диплом за первое место во всероссийском патриотическом конкурсе в День Победы «Скажем мы, ура!». А у Силкиной Виктории первое место в международном творческом конкурсе «Время знаний» номинация «День Победы». Дистанционное обучение в школе искусств продолжается. В настоящее время в планах у коллектива создание интернет-выставки. Новости телеканала «Луч». КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok